В чем отличие наших машин бронированных от остальных машин, эта машина она рождена бронированной. То есть, если допустим, ну, есть другие марки машин, Hammer, Mercedes, Rover, BMW, эта машина, она простая машина, ее сделали бронированной, но она не рождена, это я извиняюсь, как женщине пришить силиконовую грудь, то есть она смотрится красиво, но она не родная и женщине не всегда с ней удобно. Ну, собственно, что рассказывать о себе? Я родился в Советском Союзе, когда о капитализме не было даже мечты и как только в 1988 году Михаил Сергеевич Горбачев разрешил делать кооперативы официально, я открыл фирму «Дартс». И в 2010-м мы думали что-то, ну, такое, чем и шокировать, и заинтересовать публику. Ну, какое-то вдохновение, но я не скажу так, что как Архимед на меня упало яблоко или еще что-то. Ну, так как мы, в общем-то, выпиваем водку, наверное, мы как-то выпили этой водки и родилась эта идея. Не скажу, как она родилась, она просто родилась. Знаете, гениальные вещи, они просто, они просто рождаются. Они просто рождаются. Как я, это Фаберже, ну и так далее. Нет такого. Это искусство. То есть у нас каждая машина, это произведение искусства. Она просто родилась. Наш клиент, в принципе, это очень рождаются. Наш клиент, в принципе, это очень рождающие. Но, если мы можем сказать, что в наших мечах, это будет Лилуэйн, 50сенс или кто-то из-за в мире х-поп. Потому что, это они, которые делают моды, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. и другие вещи, которые я оставлю в секрете. Но ничего не возможно. Костомизирование, что мы сделали, это автомобиль, который был полностью сбленлен, максимум. И в интернете, у людей предложили установленный лид. Так что это было как бадрум, или можно назвать сексодром. Условно, вся машина в видеокамерах с датчиками взрывоопасных вещей. Россия выбирает черного цвета машины. Арабские эмираты выбирают белого цвета машины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Бронирование этой машины довольно уникальная вещь. Здесь применяются технологии, которые применялись в Советском Союзе, как я уже говорил, для машины Леонида Ильича Брежнева, так называемая капсула. Когда вначале строится капсула для защиты клиента, и вокруг уже этого строится сам автомобиль. Масса этой машины 4 тонны, и она под это рассчитана. Сделать из серийной машины 4-тонный танк – это нереально. Есть специальные ионноупрочненные стекла, такие как стоят на мавзолее Ленина. Вот это такая страшная тайна, которую, наверное, знает уже весь мир. Я не умею ездить на машине. У меня нет водительских прав. Я не знаю, как устроена машина. Амар Хаям говорил, живи сегодня. Я так и делаю. То есть, если я пью водку, то я пью ее много. Я не понимаю, как можно пить 200 грамм водки или 300. Ее надо выпить или литр, или два. Она действительно – это танк на колесах. И в чем отличие от любой другой машины, она ведет себя естественно, когда на нее навешивается броня. То есть, она не теряет скорость, не теряет маневренность. И на данный момент по испытаниям является самым быстрым джипом, бронированным в мире. Это по испытанию, это не какие-то такие вещи. Наша машина, она индивидуальная, она ручная, поэтому... Ну, она просто про определение не может все дешево. Если, допустим, даже владельцы самого дорогого, ну, считается, автомобиля Bugatti Veyron 2 встретятся, отличие максимум, в чем может быть, это в цвете кузова. Если встретятся рядом два владельца нашего автомобиля, у нас нет двух одинаковых машин. А за это как бы надо платить. И люди с деньгами, они всегда платят за то, что они чем-то отличаются от других. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ